В этой программе вы узнаете, что оказывается можно замёрзнуть насмерть даже летом. Увидите, как разводить костёр под дождём. Узнаете, как выбрать дрова для этого костра. Как защитить спички от промокания. И познакомитесь с быстрым способом построения навеса, который защитит вас и ваши вещи от промокания. Может ли человек в средней полосе летом замёрзнуть насмерть? Может. Для этого нужно всего-навсего три фактора. Нужно, чтобы он сильно вымок под дождём. Нужно, чтобы на улице было холодно. Но вот этим летом в Подмосковье три дня держалась температура плюс четыре градуса в июле. И нужно, чтобы он не умел себя обогреть в лесу, и чтобы у него не было достаточной экипировки. Необратимое охлаждение – состояние организма живого человека, при котором даже его согревание не может привести к восстановлению жизнеспособности. Замерзает человек по очень простой причине. Изменяются свойства одежды, которую он на себя надел. Если обычно одежда сохраняет тепло человека, она никогда не греет, она просто сохраняет тепло, то когда она намокает, влажность начинает, влага начинает испаряться с поверхности одежды. И одежда охлаждает просто благодаря обычным законам физики. Намочить одежду очень просто. Чаще всего необратимое охлаждение развивается, когда человек упадает в воду. Но и на воздухе в пробокшей одежде человек может замерзнуть насмерть, даже при положительных температурах. Если организм остыл до температуры 35 градусов Цельсия, у человека уже начинаются серьёзные проблемы со здоровьем. Летальный считает температуру тела около 25 градусов. Вот недавно прошёл дождь, сейчас он обетно ослабел. Несмотря на это, на ветках, на листьях вода осталась. И достаточно их нечаянно коснуться и тряснуть, вы опять будете мокрыми. Более того, одежда ваша всё равно промокнет, даже если на ней написано, что она влагозащитная. Она на самом деле всё равно тоже промокает и тоже испаряет влагу. Но она мокнет действительно просто. Вот сейчас на меня упало множество капель. Несмотря на то, что куртка непромокаемая, они всё равно её покроют, и вода будет испаряться, таким образом забирая тепло от моего тела. Самым непромокаемым материалом, который придумало человечество, является полиэтилен и его аналоги. Полипропилен там, ну и так далее. Полиэтилен. Жирноватая на ощупь пластмасса белого цвета. Тонкие полиэтиленовые плёнки прозрачны. Полиэтилен получает полимеризации этилена. Устойчив к действию воды, сильных кислот и щелочей. Но те плащи, которые делают из этих материалов, к сожалению, нам не очень подходят. По нескольким причинам. Во-первых, они не дышат, то есть не выпускают ту влагу, которая выделяется организмом. И во-вторых, они, к сожалению, не очень прочные и рвутся буквально от любого сучка, любой, любой вот вещь, с которой можно зацепиться. Шерстяной свитер. У шерсти вообще есть специфическое свойство. Она даже намокнув, продолжает сохранять частично свои термоизолирующие свойства. Поэтому в мокрых валенках человек не замерзает. Поэтому шерстяные носки, даже если они намокли, человек всё равно не так сильно мёрзнет. Наименее температура держащими материалами является различная синтетика, если она специально не приготовлена. Вот у меня есть тут куртка, которая как бы водозащитная, и у неё есть специальная вставка на спине из такого материала, который называется флис. Из флиса делают ещё футболки, рубашки, в общем, самую разную одежду. Это современный синтетический материал, который хорошо сохраняет тепло. Хлопчатобумажные материалы, вот то, во что одет я, промокают очень хорошо и очень сильно. Ильняные, да, все натуральные волокна, они очень хорошо берут воду. И, к сожалению, они свою функцию теплозащиты теряют тоже очень быстро, так же быстро, как и синтетика. Единственное достоинство натуральных материалов перед синтетикой заключается в том, что они очень хорошо воду ещё и отдают. И поэтому, если вы разведёте костёр, то вы очень легко просушите промокший хлопчатобумажный материал. Сейчас ещё выпускают современные накидки, которые можно как раз использовать вместо тех самых полиэтиленовых плащей, которые были. Они складываются очень компактно, и они имеют специальную водонепроницаемую пропитку. Значит, главный их недостаток сохраняется тот же, что и в полиэтиленовых плащах. Они не выпускают воду изнутри тоже, поэтому долго в них ходить невозможно. Они зато намного прочнее, они не рвутся от ветки, от всяких препятствий при хождении полюс. В связи с этим, лучшее, что должно быть хотя бы в запасе, когда вы собираетесь в лес, и есть угроза того, что может пойти дождь, это иметь запасной комплект шерстяной одежды, которую можно быстро на себя надеть под то, что у вас есть в верхней одежде. И она будет вас защищать от переохлаждения, даже если она сама промокнет. Что же делать, если вы уже промокли и начали замерзать? Каков ваш порядок действий? В первую очередь надо развести костер. Ну, конечно, для того, чтобы развести костер, надо сначала избавиться от лишних вещей и постараться их защитить от воды. Надо помнить то, что время ваш враг. Чем дольше вы мокнете, и у вас нет костра, тем больше ваши вещи промокают, и тем труднее их будет просушить. Полезно также снять лишние вещи, которые на вас. Они меньше будут мокнуть, и когда вы рубите, вы не замерзнете. И, конечно, все это лучше закрыть полиэтиленом или накидкой, чтобы вода дальше вещи не мочила. В качестве дров лучше выбирать сухие стоячие деревья, желательно хвойных пород. Если дерево лежит или даже наклонено, в мокром лесу оно будет всегда отсыревшим, а из мокрых дров развести костер невозможно. Ну, вот эта вот сосна мертвая, но, к сожалению, она наклонная. Поэтому она сырая, и она нам не подходит. Вот это вот тоже мертвая сосна, но она стоит вертикально. Поэтому, хоть она снаружи и влажная, все равно внутри это дерево будет сухим. И именно из него мы будем делать дрова. Оно, конечно, небольших размеров, и если вам надо просто просушиться, там, скипятить себе чайку, то вам вполне достаточно такой сосны. Если вы собираетесь встать на ночь, то вам нужно либо много таких сосен заготовить, либо заготавливать дрова более большого диаметра. Обратите внимание, высота пенька очень невелика. По ГОСТу полагается, что высота пня оставляется не больше двух-третьей диаметра. Но здесь чуть-чуть выше, но и ГОСТ рассчитан не под рубку, а под пилу. Вторая очень важная вещь. Я бью параллельно по дереву. И верхний, и нижний удары у меня идут параллельно друг к другу. Многие туристы делают косой удар, а потом второй удар делают под рубающим. Это не совсем правильно, то есть совсем неправильно. Дело в том, что древесина поперек рубится очень плохо, поэтому это приводит только к лишней трате сил. Ну и по местоположению. Все деревья имеют в природе естественный наклон, небольшой, не вот когда оно косым стоит, а небольшой наклон имеют. Вот это вот дерево у нас наклонено туда, поэтому я снизу сначала подрубил с той стороны, куда наклонено дерево, а потом буду подрубать вот здесь, чуть выше. Это делается для того, чтобы дерево гарантированно упало в ту сторону, к которой оно наклонено и никого не зашибло. Когда дерево зависло, а у нас это произошло, потому что соседняя наклоненная сосна там стояла, его можно оттащить с помощью топора в сторону и таким образом стянуть. Ну вот и повалили. Для того, чтобы обеспечить нам костер, нам нужно три бревна, три отруба от этого полена. Ну вот, примерно такой длинный. Когда я рублю лежачие деревья, то уже удары идут супротивно навстречу друг другу. И тоже показательные. Тогда его легче будет разрубить. Если вы обратите внимание, я не подламываю вылетающую щепу. В этом нет никакой необходимости. Если вы работаете хорошим топором с длинным топорищем и будете подламывать щепу, рано или поздно оно у вас сломается вот в этой части. В общем, хороший топорища жалко, его довольно трудно сделать. Щепа нам, кстати, тоже пригодится. Если, конечно, прекратился дождь. Она сухая, с ней будет легче разводить костер. Ну а если дождь не кончился, я потом покажу, что надо с этим делать. Ну вот, дрова нарублены. Теперь их надо перетащить и сложить. После чего надо будет разводить костер. Так. Для того, чтобы сделать костер таежный, нам нужно сначала расчистить под него место так, чтобы подстилка, хоть она и мокра, чтобы она потом не загорелась. она высохнет очень быстро. И можно устроить лесной пожар. Значит, костер таежный всегда состоит из трех, пяти или более бревен. Вниз кладут всегда бревна более тонкие. А сверху кладется более толстое бревно. Потому что нижние бревна быстрее, медленнее прогорают, чем верхние. И вот как раз в этом случае, если дождь не прекратился, именно костер таежный нас спасет от того, что мы будем долго мучиться с разведением костра. Как это делается? Делается очень просто. Одно бревно, которое самое большое, оно поднимается, опирается одной стороной над тем местом, где будут поджигаться. И с нижней стороны стесывается щепа. Она обязательно будет сухой. костра. А сверху бревно ее от дождя закрывает. И щепа туда падает и накапливается. Вот. у меня есть еще запас щепы сухой, которую я взял оттуда. Я ее решил тоже сюда добавить. Таким образом у нас все готово к разведению костра. Иногда бывает такой сильный дождь, что щепу вообще невозможно заготовить. Что же вам может помочь в этом случае? очень просто. Любая пластмасса. Это может быть обломок зубной щетки, ну то есть кусок от нее можно отломать. Это может быть коробочка из-под каких-нибудь конфет, из пластика. Любая пластмасса в общем-то горит, большая часть пластмасса горит. Ее можно поджечь и уже ей потом поджигать костер. Ну вот видно, что пластмасса легко зажигается. Пластмассу намочить невозможно, поэтому она всегда будет гореть с большим довольно теплоотделением. Вот, и поэтому даже если ваша щепа немножко отсырела в процессе заготовки, с помощью пластмассы ее всегда можно будет поджечь. сухая сосна разгорается довольно быстро, тем более затесанная. И пока костер разгорается, не надо тратить время. Лучше оборудовать лагерь для того, чтобы просушиться, переждать дождь и, может быть, даже переночевать. спички. СПИЧКИ очень важно, то, что промокшие спички уже не спички. У них изменяется химический состав. И всякие детские попытки поджечь спичку с помощью высушенную, с помощью того, чтобы потереть об волосы и так далее, и тому подобное, не помогают. Ее все равно поджечь нельзя. Как же защитить спички от намокания? Первое. Один-два коробка обязательно должны быть упакованы в полиэтилен. Второе. Желательно хотя бы один коробок защитить с помощью парафина. Делается это очень просто. Берется любая свечка, поджигается, и надо дождаться, когда вокруг фитиля накопится достаточное количество парафина натаившего для того, чтобы можно было туда обмакнуть спичечную головку. Лучше это все делать, конечно, дома, заранее, чтобы не рисковать сухостью спичек. По очереди все спички берутся и обмакиваются в парафин. Спичная головка должна быть покрыта парафином. Остальная спичка неважна. Перед тем, как использовать спички, обязательно этот парафиновый слой снимается об сухую ткань, салфетку сухую или просто с помощью ножа. Это нужно сделать для того, чтобы абразивная поверхность коробка, об которую зажигают спичку, которую еще называют черкашом, не засаливалась, потому что если она засалится, то она потеряет свои свойства. Если у нас есть полиэтилен, логично было бы сделать навес для того, чтобы обсушиться, а может быть даже переночевать. Для того, чтобы сделать навес, нам нужно несколько слег. Слеги это сухие палки, прямые обязательно. Сухие, потому что живое дерево жалко убивать. А прямые они нужны для того, чтобы сделать каркас, для того, чтобы натянуть полиэтилен. Ну, давайте мы их посмотрим. Ну, вот, прямая, сухая сосна, которая нам вполне подойдет для одной из свек, потому что нам уже не важно, чтобы она была сухая с точки зрения влажности. Она мертвая и прямая. Вот, нам ее надо отрубить. И, конечно, от слега нужно убрать все сухие для того, чтобы полиэтилен не порвать. Одна слега должна быть такой длины, чтобы перекрыть просвет между деревьями, а остальные должны быть просто примерно одинаковой длины. Но чем они длиннее, тем лучше на самом деле. слеги готовы. Вот это главное, которое встает у нас на перекрытие между деревьями. Все остальные будут укрепляться на нее, опираться. Высота не очень принципиальная. В принципе, все зависит от размера пленки. я закрепил на уровне груди. Это вполне оптимальный размер. Причем и для стоянки тоже, потому что чем больше высота, тем большего размера нужен полиэтилен. Вот. Один конец привязан, и потом сейчас привяжем второй конец. Сейчас он просто в расщепе немножко стоит. А значит дальше мы его совсем закрепим. Все будет в порядке. Ну вот, все привязано. Можно идти привязывать другой конец, который у нас пока не закреплен. Вязать можно чем угодно. Вот здесь у меня есть обрезки киперной ленты. На самом деле это могут быть шнурки из ваших ботинок, это могут быть веревочки из рюкзака. Совершенно не важно какого это цвета, размера и так далее и тому подобное. Конечно большую веревку лучше на такие вещи не тратить, жалко просто. Это все можно сделать подручными средствами. Вот все, оно держится примерно горизонтально, больше нам ничего не нужно здесь. Ну а теперь поставим остальные слеги. Их лучше ставить толстым концом книзу, исходя просто из того, чтобы они меньше давили на нашу опорную слегу. Сначала мы просто собираем все слеги одно место, а потом мы их выровняем так, чтобы они были равномерны. Зачем они вообще нужны такие слеги? Для того, чтобы вода не скапливалась на полиэтилене, чтобы вода хорошо стекала вниз. Если не поставить этих слег, то посередине образуется пузырь, который будет накапливаться, и потом полиэтилен в конце концов порвется. После того, как все слеги принесены, их надо подровнять, чтобы пролеты были более-менее равномерными, и слеги лежали более-менее параллельно. Естественно, тут никаких уровней не будет, но хоть чуть-чуть надо все подровнять. Что-то можно чуть вытащить наверх, что-то чуть назад. Кстати, вот эти торчащие куски будут удобны, если хочется что-то подвесить напротив костра, чтобы оно сохло. Ну, а теперь осталось слеги привязать. Сильных вязать не надо, просто нужно как-то зафиксировать, для того, чтобы они не ездили вправо-влево по нашей направляющей основной слеге. Ну, вот и все готово. Главное не делать ниже поперечин, а то они будут перекрывать сток в воде. Пора переходить к полиэтилену. Ну, и теперь важно его расправить, более-менее сразу подтянуть и привязать. Достаточно привязать с четырех концов. Самое сложное в этой ситуации это вот эти концы как-то связать с веревкой, закрепить. Обычно для этого народ использует подручные средства. Шишки, можно использовать камушки, можно завязать туда просто спичный коробок. Ну, и вот после этого, того, как конец зафиксирован, полиэтилен натягивается летом и в демисезоны сильно вязать не надо, потому что осевая нагрузка не такая сильная. Вот так вот завязывается, заматывается шишка, берется кусок веревочки, сначала он фиксируется вот здесь, а потом к земле можно притянуть любым попавшимся под руку сучком. Вот дождь немножко усилился, но нас это теперь совершенно не беспокоит. У нас есть костер и у нас есть тент, который закрывает наши вещи от дождя. Очень важно то, что у нас получились вот эти выступы, которые свисают, которые еще можно назвать ушками. Они защитят наши вещи и нас, если мы соберемся спать, от косого дождя и ветра. Однажды в Костромской области у меня была замечательная история, связанная с дождем. Наша группа из двух человек отправилась на другую сторону реки Унджи для того, чтобы проверять дуплянки. Это такие маленькие домики для птичек. Когда мы пришли к переправе, это было часа в три, неожиданно потемнело как ночью и пошел сильнейший дождь. Когда мы пришли на стоянку, мы стали очень быстро замерзать, потому что температура вместе с дождем очень резко упала, примерно где-то на 10 градусов. Мы начали мерзнуть. И единственное наше спасение заключалось в том, чтобы быстро организовать лагерь. Мой товарищ стал ставить тент, а я быстро отправился делать костер. Примерно через 15 минут после того, как мы прибыли к месту и начали ставить лагерь, у нас все было готово. Было очень холодно, но благодаря тому, что мы быстро развели костер и поставились, мы не успели замерзнуть. Ну, а я желаю нашим зрителям, чтобы они как можно реже попадали в ситуацию, когда им под дождем приходится срочно разводить огонь и ставить лагерь. Если у вас возникли какие-то вопросы, отправляйте их, пожалуйста, по электронной посте, и мы постараемся на них ответить в следующих выпусках. Продолжение следует...